Субтитры сделал DimaTorzok Забей Забей Молодец Ну Яри Ярика, ну же я еще один кусочек Да ешь Точно не дает Кайф чистый Удачи Удачи Смотри 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 Удачи 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 Ярика Удачи 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 роману я конечно все понимаю новые прибыли не в больницу это полицейский участок какую палату извиняюсь его пожалуйста можно нам пожалуйста шеф шеф лспд не знаю где он данный момент находится все выясни вообще как-то знакомо ну пока не довелось им еще появится просто у нас тут произошло такое чп не знаете какой мой кабинет походить вы не знаете вообще где он знаю в больнице его нервы кипец подождите подождите почему можно с вами поговорить какого зовут какого зовут что нет а вас иди сюда и то пройдемся я хочу с вами переговорить пройдемся и в эти языки заняли куча в нем и тихо 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 Рассказываю, что будет в нашем городе новый следователь, который будет следовать наше дело. Наше дело в том, что... Вы знаете, о чём я говорю? Примерно понимаю. То, что у нас человека убили на территории. Причём очень, очень влиятельно. Влиятельно в плане как и для нас, как и для всего города. Он был как вторым президентом. Его убили. Вместе с его правой рукой. Причём тут уже много. Я говорю, он был приблизительно как президент. Значит, у него колени отказали. Вот ноги отказали, у чьих, у старого. У кого там колени отказали? Да вот у старого колени отказали. Старый умирает чуть-чуть. Давайте сюда проедем на расследование. Проедем. Сейчас смотрю, что там произошло. Вы примерно понимаете, о чём я, да? Да, да. Проедем с тобой. Плетел, блядь. Тихо, пошли. Красно-роустройство, и понадобится. Так, вы на своей машине? Если она у вас есть, конечно. Извините, то, что это, что она чуть-чуть поцарапанная. Мил, куда ты идёшь? Мил, Шин. Да, что вам кажется? Да, Мил. У вас есть, что у вас есть, что у вас были цена. Окей. Никита, езжайте за мной. Перейте за мной. А... Никита, стойте, подожди. Мил, Мил, поаккуратнее еди. Стараюсь. Мил, поаккуратнее езжайте. 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 Продолжение следует... 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 Класс Успокойтесь, подожди, успокойтесь, пожалуйста. Когда смеяться, скажите, у них сметься. Надо было сейчас, ну ладно. Ну, что-то я не понял. Прикола, ладно. Все-таки... Не переживайте, это у нас естественный случай, просто анекдот спрашивают. Ну ладно, все, положите, пожалуйста. Так, ладно, пойдем. Будьте здоровы. Спасибо. сибирь и грибов и коронавирусом да ты что так это у нас окраина охранники общительные охранники у нас не сейчас не об этом это наш кабинет да вам показалось показалось такое бывает ведь что дороги ты водит все успокойтесь пожалуйста план пекина простите никита 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 что суть не хотите справить между санузелем да давайте я не вам босс бля где у нас туалет ну мне то хочется а он там вот перебор на лево вот туалет спасибо так это наше путь тут мы обычно трапезничаем из самых лучших блюд во всем мире кухня кухня это все это это вся комната да это тут у нас тут у нас кухня мы тут обедаем на вот кексик мы готовим если вы хотите можете взять апельсин и яблок что хотите опять воин босс все съел дом пекина почему вы опять съели я хотела предложить нашему юному гостю я ничего не ел почему тарелка пустая походу ну может мне походу охранники охранники у нас голодные вечно это у нас зал в зале мы обычно развлекаемся там играем в карты давайте лучше присядем там поговорим да о чем мы сейчас все равно пойдем мы сейчас показываем нашему юному гостю нашего города нашего стата показываем да почему вы постоянно смеетесь мил это не contact нигде дляywалтер з summont ну че пак вам нравиться неappe да слушайте только поделичку виски это бокальчик украин ビ이를 отказался басу будет машина не а хотя х хотя нет, да ладно, я тоже всё, пошёл. У нас тут всё-таки гость, поэтому я, наверное, тут. Можешь мне налить. И гости, кстати, заодно. Инкета, вы будете? Вчера раз. Я не вам слышу просто. Возьмите отсюда. Ооо, а ты что нам налил? Виски, вино? Это вино, это вино. Ооо, какой вкусный. Трёх лет выдержки. Ничего какого-то удобного? А, вы тут сидите. Вам удобно? Проблема в другом, я встать не могу. Слушай, у вас супер бы сметила. Если я был бы в игре, я обнажал бы. Я жму все кнопки. Что такое кнопки? Если я был бы в игре, я обнажал бы на X. Слушайте, давайте мы вас поднимем. Методом тыка. Так, по-моему, нашему гостю нужна первая помощь оказать. Никита, пройдёмте, я вам покажу первую помощь. Зачем так больно? Просто приподнялась. Я вижу, у вас палец вывихнутый. Давайте я его вправлю. Я ему быстро не ударю. Никита, подожди, подожди, давайте я вам палец вправлю. Да здесь. Чё, чё так больно-то? Не поняли бы, зачем тебе надо спать? Чё, ты боже, вы же сами сказали, не выражаю. Нет, я теперь не смогу. Ну, что у меня туда сейчас вас перебиркует, то мы в такого случая уже не могу просто... Мы пройдём на место преступления. Да, да, да. Как у вас пройдёмте? Полагается, пройдёмте. А безболивающие надо? Я думаю, не надо вам безболивающие. Так, всё, пройдёмте. Зачем я сейчас тут поливающе? А, да, давайте вот там. Ну, потому что после вправления пальца может быть побочные эффекты. Они пошли по другой стороне. Ну, ладно. Где наш гость? Наш гость по другой стороне. Они по другой стороне. А что я, почему я бегаю? Заставляют бегать старенького дедушку. Брата. Дом Пекина, вот там дверь закрыта, мне кажется. А, разумеет. Пройдёмте, придёмте. Блин, ну почему-то я постоянно спрашиваю зачем-то. Нашего босса и нашего очень хорошего друга. Да, Милш, тебя нужно опять полечить опять. Ты встречаешь очень плохо. Очень хорошего нашего очень хорошего знакомого. На таблеточку... Таблеточку выпей. Убили где-то вот тут вот. Да, примерно здесь. Вчера уже был полицейский. И, к сожалению, меня на то время не было. Я уезжал в командировку. Да, и этого полицейского, к сожалению, наши охранники и пострелили. Они подумали, что он плохой человек. В плане плохой человек, они увидели... Надо было извиниться перед ним. Сказали. Я заглядывал. Очень, так сказать, тяжёлое ранение получилось. Не тяжёлое, но его вылечат со стопроцентной вероятностью. Дай бог ему здоровья. Да. Так, у нас вот здесь произошло преступление. Вот здесь у нас... Можете осмотреть, у нас и дэдпуль, и кровь. Точнее, кровь уже вытерли. Просто с дэдпуль остались. Вот здесь ещё на полу валяются гильзы. Патроны. Тело лежало вот здесь. Вот здесь лежало тело. А как тогда... А как тогда кровь здесь оказалась? Вот здесь лежало тело. А как тогда кровь здесь оказалась? А его убили вон с той стороны, мне рассказывали. Вот отсюда его убили. А правая рука лежала его вот здесь. Янкис, вы это показываете или случилось? А, да-да, я показываю. Потом закажите мне химическую. Вот у меня белый костюм. Вот и все, в принципе. Потом мы приехали медики, мы ничего, никакие следы от крови мы... Зачем сложил зип-пакет? Несколько кильз. Зачем закрыл зип-пакет, а ты убрал их в карман. Я вам еще хотел кое-что сказать, что следы от крови вытирали, мы выстирали медики. Медиков я не могу найти по всему городу. Тогда уж если вы спрашиваете тогда у медиков, мы вообще без понятия штуцки. Это получается, медики, если медики вытирали кровь и они ушли, значит они заметали за собой следы. Не ушли один факт, то что остались следы от пуль на стене. Очень. Итог, медики были подкупными, чтобы избавиться от них. Это не факт. Это не факт. Но не факт, а может в отпуске отдыхают уже? Да, жалко босса. Я не смог его спасти. Этот гад взял постреливаю в башку, я не знаю, не люблю. Да зачем ты себя винише ситовые езжал? Что? Что босс? Очень жалко, что я не был в то время, когда его пострелили. А, мне просто какое-то другое случилось. Я говорю, был бы я с ним рядом, я был бил того человека. Никита, можно поговорить с вами на день? Очень жалко его. Ну вот, смотрите. Могут ли быть, ну вот у меня вопрос, могут быть медики подставными? Почему нет? В принципе, есть люди в разных, так сказать, частях подкупных. Ну, следствие же, типа, мы же можем найти виновных? Конечно, можем. Просто когда был вчера у нас офицер, он сказал, что, типа, у него была GPS-камера. Ну, типа, ему пришли снимки на его камеру. Ну, на планшет. Вроде камера, да. И там, типа, можно было по GPS-камеру отследить, кто выезжал и кто въезжал на территорию, да? Ну, данной информации я пока что еще не могу знать. Потому что я еще не полностью изучил дело, которое есть. Ну, я хочу вас пригласить в клуб на ночь. Пройдем, пройдем? Нет, я лучше пока что отправлю в лабораторию. Так, вам сейчас я подойду, пожалуйста. А, хорошо. Эээ, Никита, извините, можно вам предложение? Да, слушаю вас. Вы не хотите сейчас к нам в обед наш? Очень вкусно. Не хотите к нам идти? Обедать? Просто на часик, да. На часик, да. На часик просто это не сильно займет много времени. А потом... Мы вас доведем, если хотите, да. Точно не доведем вас. Это не займет слишком много времени. Просто пообедайте сами. Да, пройдемся. Если вы, конечно, дадите согласие. Пойдем. Что сказать еще? Пойдемте. Так, Янкис, ты приготовил еду? Вас проходите. Вообще-то... Сейчас посмотрим. Инна, почему он на меня наводил оружие? Что говорите? А зачем? Откуда он принимал оружие? Эээ... Эээ... Не, я... Не знаю. Эээ... Он просто достал свое оружие и сказал... Типа... Вот, босс, смотрите, какое у меня оружие. Убил вот недавно. Эээ... Так, я не знаю. Ну, что-то... Чисто. Я там с фонариком виду. Сиди. Я вам путь освещу. Так, а куда вы хотите? Спасибо большое. Он всегда говорит, что не чисто здесь. Что... Нет, нет, нет. Мы... Мы... Рассказываем, что на... На заднем дворе... Там, чуть-чуть... Чисто там просто... Что... Что вы говорите? Ну... Что, что им туда... Я говорю, что на заднем дворе чуть грязненько. Я бы туда предлагаю перекусить. Вам, может, Никитова выпустили апельсины? Взяла из корзины батончики. Открывала и начал это назначить. Что-то батончик нашли. Батончик, а я последний забрал. Взял из тарелки пончик, иначе кушать. Подсоединяйся. Так, подождите, час я возьму. Может, пройдемте... Может, пройдемте в гостиницу? Взял пиво из холодильника, иначе... Иначе вот... Пройдемте в гостиницу там покушаем. А зачем? Босс, мы только там запачкаем. Да, стоя как-то неохота. Никита, вы пиво будешь? Пройдемте. Нет, не пью. Пройдемте лучше в гостиницу. Что? В гостиную. В гостиную пройдемте? В гостиную? Да. Да. Пройдемте. Ну, хотя... Янки, все как? Как на это думаете? Такое... Вы про что? Я не услышал. В гостиную пройти. Пойти в гостиную. Ну, я не знаю, но... Ну, давайте, ладно, пройдемте. Хорошо. Давайте. Пойдемте. Батончик. Крушку с кофе. Ну, я сильно кушать не хочу. Я лучше... Не х... Не х... Постою. Я лучше прилягу. Не х... Не х... Не х... Саживайтесь, Никита. Садитесь. Если вы хотите, можете пролечь. Да. Все равно, у нас еще целую ночь, целую ночь будем вместе. Проводить, по-моему, нашего покойного друга. Друга, брата. Никита, вы, получается, не пьете? Не пьете, да? Не выпиваете. Кальян, не хотите попробовать? Смотря с каким вкусом. Со вкусом табака. Вы хотите или нет? Я вас... Специально. Тогда не желаю. Ну, так хорошо. Может быть, тогда давайте сейчас... У нас в точке их босс полежит. А потом проедем у нас, получается... Сдадим экспертизу в больницу. А потом съездим на кладбище к нашему другу. Ммм... К моему брату. На кладбище. Да, да, да. Жалко был человек. Хорошо был. Дай бы хобо здоровья. Может быть, придем? Ну, землями пухом. Ну, пройдемте. Проедем. А вы че, покойному человеку дай бог ему здоровье желаете? Да. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, ты нет. Все равно мы его все знали. Пройдемте отсюда? Не все ее не знали. Так, вы че цветок уронили? Где? Где? Где-то пройдемте. Пройдемте. Проходите. У вас какую машину взять? Ну... Не знаю. Давайте все на одну. Босс, босс, босс. Где наш босс? Босс, на какой машине нам ехать? Давайте поехали на Майбуке, пожалуйста, только... А гость че? Том Пекина. Том Пекина поехали, пожалуйста, на Майбуке, я вас прошу. Ну, я... Чтоб не получилось как в той ситуации. Нет, поехали все-таки на Майбуке. Судись за руль, Мил. Слушайте, Никита, давайте... Давайте, давайте, сядем. Давайте, давайте поехали тогда сидим. С товарищем полицейским и что? Поехали, его отремонтируем сначала. Давайте мы сначала его отремонтируем, потом поедем все вместе. Сейчас мы отремонтируем машину и бери подъедем. На больнице подъедем. Хорошо. Вы пока едете, мы потом подъедем. Вы только аккуратней тут будьте. Угу. Я его вызвала. Я вызвала уже. Он уже вон рядом. А, ну... Не садись. Покури пока. Пока можно. Давай-ка я ближе к нему подъеду. Давай-ка я ближе к нему подъеду. Давай аккуратно, да? Угу. 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 А он у вас мой? Угу. А он не подчинялся. Угу. А он не подчинялся. Вот. Угу. 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 закрыть на кого крышу вот тут на панельке сейчас я вызову моя машина не обучилась а вот все 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 что делать может я лучше проеду сейчас подождите у меня тут звонок сейчас я приду а 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 вам я смотрю нехорошо может быть я замуж знаете босс я боюсь за вас и за себя а а а а а Вы не представляете, вы не просто представляете все возможности этой машины. Эта машина может делать все, что угодно. Так что, а как вам это? Как вам? Нет, нет, на чё вам, просто механика. Где вы были? Почему постоянно уединяется? Мы звали механика. Вы, надеюсь, ничего такого тупого, глупого не совершали? Нет, 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 мы не такие. Мы вызывали механика. Но потом, потом заправимся. Нет, потом заправимся. Да, сначала под видео отдавай, движим. А зачем до больницы ехать? Чтобы сдать реки. Угу. 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 Угод. Угу. Угу. дом пекина дон пекина срочно у нас человек у нас босса плохо босса за мной зимой что случилось о нет о нет что замочили не сбили кто вас бил он уже уехал вас не выстрелили просто сбили просто забыла пристегнуться номер номер видели машина видели цвет нет я вроде я вроде увидел меня что жизнь перед глазами пронеслась ребят был вроде если это машина это была вроде желтая машина да у меня не знаю мне потемнело в глазах все это быстро поднимите меня пожалуйста дон пекина вы сможете вау вау спасибо пока огурчик пока огурчик живой стал это что бить сбили чего называется все стало как огурчик да что у нас происходит так что происходит как огурчик спасибо вы ему дали свою ногу заихнуть или как спасибо дубровин тогда а куда вот молодой человек едет вас разрешите я с ним поговорю да что вы делаете это уже ничего особенного поехали пойдемте господинте да сюда до нашей машины я сейчас подгоню к вам ее давайте давайте я тогда да я понимаю она польза барахлеток что это кто это что просто поехали уже отсюда да быстрее что-то какой-то криминальный район ай вот опа босса бьют быстрее 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 уезжаем бонус на меня напали на пальме того что боль не сбили у меня очень мало здоровья вот Очень больно. Да, можно, пожалуйста. Мне все равно еще плохо. Что за бред? Почему вы нас задерживаете? Вот и наши друзья приехали. А где вы были? Я не понимаю, я не понимаю вообще. Нам гражданин говорит, что есть ли какое-либо при вас оружие, как огнестрельное режещее? Руки на капот. Подождите, Никита, сто... Да, вот, Никита, подождите, можете проверить, это ненастоящее оружие. Это игрушечное оружие. Да, это просто, чтобы пугами не забудут. Порядочная семья. Порядочная семья у нас просто район криминальный. Там всякие бандиты, кто-то... Так, просто, что... Почему тут убийства произошли, можно вопрос? Почему тут так много трупов? Можно быть, надо... Слушайте, может быть, вы уберете оружие? Да, мы же с вами вот, безоружные, мы вообще, мы с вами же нормальные. Сняв с пояса, достал наручники с пояса, затем надел их... Затем их надел на Янкеса, также на Никиту. А что... Что происходит? Слушайте, ребята, может быть... Слушайте, может быть, договоримся как? Да, нет. Может, договоримся с Никитой? Никита, давайте договоримся. Пройдемте за мной. За мной. А я не могу двигаться, вы меня... Да, вы меня, я испугался, у меня шок. Я не могу двигаться. Пдем, котапары кормить пошел. Слушайте, а что происходит, Никита, я не понимаю. Да, я вообще-то тут не понимаю. Я вообще, у меня шок, я не могу двигаться, аж мне этот... У меня шок. Босс, что и что? Что случилось? Что? Я даже не могу... У меня даже голова не поворачивается. У меня даже не поворачивается. Вы были задержаны в подозрении о убийстве. На моих глазах также на заправке есть камеры, которые могут указать все это. Это было... Это было самооборона. Это, ребята, просто... Какая самооборона, босс? Мы на самом деле не было. Самооборона — это выстрел в воздух. Один предупредительный. Я видел, как вы сразу начали стрелять по ним. Нет, по чем? Том, давайте хорошо, давайте сейчас входим на заправку и посмотрим камеры. Точнее, видео наблюдения. Ну, поняли. Посмотрим видео. Остановись тобой, я вам. Красава, Мюф, лучший! Только зачем вы... Только зачем вы убиваете? Зачем ты убил? Конечно, красавчик, но зачем вы убиваете? Я думала, я думала, что он хотел вас убить, и я... Ну, красавчик, то, что освободили нас, просто... От этого, от... А у нас освободят сегодня? Вообще, у нас вообще... Зачем вы убили человека, если мы даже не совершали? Зачем вы убили человека, если... Да, мы ничего не совершали. Да, мы ничего не совершали. Мы просто доказали, зачем вы просто забрали жизнь. Может быть, пока не поздно, надо его реанимировать. Реанимируйте. Только, блин, вы наручники. Я в наручниках, до сих пор. Могу дышать? Сейчас. Сейчас. Да, срочно. Дышите. Только зачем вы... Вот теперь Милфу конец, походу, потому что он показал оружие. Да тут были неносляющие пули. Тут были неносляющие пули. Тут были каменные пули, которые просто отрубают человека. Я его не убил. Милф, Милф, беги, блядь, Милф, беги, сука. У меня один вопрос. Бля, Милф, беги! Вот как... Вот и называется «Спасли человека». Я не знаю, кто может меня перенести. Поэтому будь то вынужден всех посадить в наручники. После того, как будет доказана ваша невиновность, вы будете освобождены. У вас есть медицинское образование? Хорошо, окажите первую помощь тому человеку в машине. Можете быть свободными. Можете быть свободными. Можете быть свободными. Что случилось? я не понимаю вас начали задерживать я вас и уважал что случилось что случилось наверное нам сейчас надо стоите стоите за что хорошо давайте тогда в участке разберемся так алё извиняюсь голос попал что-то у нас случилось да нет ничего особенного у нас всем всего лишь то убили человека а почему я нахожусь сейчас машине своей машине привязанным давайте тогда я добровольно сейчас мы все равно докажем то что ничего не делали мы все равно докажем что мы ничего не делали да конечно давайте мы если мы прям за вами не знаю давайте придумаем вы пойти спереди или сзади а что давайте на полицейский участок что давайте сейчас так включить хорошо с этим я отчистка мне еще собачка что ли ладно ладно хорошо не надо меня отвязать можно меня тоже отвязать я у меня я вообще я вообще ничего не сделал извините но я не могу выйти но сейчас я не могу к сожалению дверь и оттягнув вверхме безопасности я помолчую гражданину мил хан гражданина напротив меня выйти из машины зачем вы свое никита вот почему свое время тратите вы же вы же вы же знаете что мы невиновны я бы не тратил свое время так как я лично наблюдал а также есть камеры на расследование я не знаю что мистер никита у нас сейчас я отведу вашего спасибо присядем вас сейчас их придут слушайте было что хотели она что-то придумывать просто почему и зачем 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 Я не побегу Я не оставлю своего босса здесь одного Я не побегу Нет, я... Нет Ни при каком раскладе я не побегу своего босса Я дал пяту Вы меня освободите Если меня мой боссоводит Мы тут... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-б Мы здесь vive incidentker Я встать не могу, извиняюсь. Алло. Пройдите в мой кабинет. Можете мне, пожалуйста, связать? Почему они привязаны? Нет, нет. Почему, точнее, они не привязаны, я их привязана. Где четвёртый? Где мой босс? Можете меня отзывай, пожалуйста. Оружие давно выкинула, мне прятать нечего. Где? Меня оставили тут. Где? Мне звонят по телефону, извиняюсь, у меня и бизнес. Алло, да. Можете обязательно пожаловаться. Я в тюрьме. Он стоит, бомжует там. Я тогда присяду. Не против? Не сюда, конечно. Присаживайтесь на диван. Здесь тоже можно. На диван, присаживайтесь. Я, походу, сейчас буду сидеть в тюрьме. Извини, главное. Какой играть? У меня тут тюрьма сейчас будет. Какой играть? Я сейчас умру нафиг в этой тюрьме. Какой играть? Я сейчас буду умирать тут, походу, в этой тюрьме. Кто знает, кто знает, что с вами буду делать в тюрьме. Меня какой-то полицейский Никита задержал. Он теперь требует заправки. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы можете воспользоваться услугами адвоката, либо адвокат будет вам выдан государством. Вам ясны ваши права? Да нет, ладно, давай. Нет, я не буду, давай. Вы имеете право на один телефонный звонок. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Также вы имеете право на адвоката. Если у вас нет денег на адвоката, адвокат будет вам выдан государством. Вам ясны ваши права? Да, ясны. Только вы тратите свое время и наше время просто на то, что мы даже не совершали. И адвокат нам не понадобится. Я в суд, поэтому в данный момент вы ко мне можете не обращаться. Вы можете, пожалуйста, меня разрезать? Мое дело просто произвести ваше задержание. Все остальное будет решено судом. Ну, а я задержан, у меня вон телефон вообще из руки торчит. Да, у него упарные куличи. Слушайте, босс, босс, босс. Я знаю, что у нас есть хороший адвокат. Адвокат у нас есть? Может быть, ему позвонить? Да, конечно. Давайте ему позвоним. Сейчас. С вашего разрешения я отклонюсь. Нужно сделать и не телефон зону. Извините, на что там телефон доставать? На что телефон у нас? Куда? Да. Я хочу позвонить. Почему у нас человек ушел? Зачем? Выходим. Я тут вперед-назад. У меня хп мало. Да что ты делаешь? Ну зачем? Я вам жизнь спасала, вы меня бьете. Мы ничего не совершали. Мы докажем это. Слушай, слушайте, Дана, у вас есть еще один комплект? Я вам жизнь спасаю, да? А вы вот так вот. Ты ее и убираешь, эту жизнь. И почему я постоянно? Почему я вперед-назад? Милф, если что, вы... Давай режем я три секунды. Милф, если что, вы у нас в обмороке. Вы у нас не соображаете ничего. Вы через часик-другой клемаетесь. Я понимаю, зачем, конечно, убили нашего полицейского. Если бы мы все равно доказали. Слушайте, Никита, вы извините нас за этого балбеса. Он просто у нас... Он просто у нас даже месяца не работает. Он просто не знает. Мне кажется, надо его сто процентов посадить. Вы все свободны, кроме него. Хорошо, хорошо, спасибо. Я так же, секунду. Так, а можете меня, пожалуйста, тогда освободить, нет? Босс, посидите здесь. Вам полезно. Да нет, я вперед-назад хожу. У меня, походу, судорога. Я вперед-назад хожу. Какое оружие? У вас оружие есть? Полицейские, осмотрите его, пожалуйста. У него, походу, оружие есть. Да, у человека, походу, оружие. Я могу сейчас позвонить адвокату. Я могу сейчас позвонить адвокату. Можете, пожалуйста, меня освободить. У меня судорога. У меня единственное оружие, это длинг. И то, что я отсюда укра... Позаимствовал. Да. А можете меня освободить, пожалуйста? Я вас уволю. Слушайте, а как у нас телефон, как у нас телефон называется? Все, спасибо. Пройдемте за мной. Все? Давайте тогда сейчас адвокату позвоним. Можно я сейчас адвокату позвоню? Становите здесь. Я... Я понимаю, что вы уважаемые люди данного города, но впредь и не будет такого, что вы можете стрелять на улице свободно по гражданам данного города. Да мы никогда не стреляли. Мы никогда не стреляем. Вообще мы... На первый раз вы будете прощены. На второй раз я уже буду вас вынужден посадить. Вот данный человек, он... Ну, сейчас было покушение на вас прямое. Совершил на меня покушение, поэтому он будет арестован. Ну, может быть, давайте я вызову все равно адвоката. И проведем суть. Данный человек останется здесь. Нет. Вообще-то по законам он имеет право на телефон и звонок... Он имеет право на телефон и звонок, но после того, как он будет посажен в СИЗО. Подождите, стойте, 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 стойте. Можно я сейчас адвоката позвоню? Никита, Никита. Зайдите в кабинет, я адвокату позвоню. Можете, пожалуйста, пройти со мной? Адвокат может присутствовать на предопросе данного человека, либо же он может присутствовать на... можно пожалуйста мы исходим я прошу вас покинуть данные полицейский участок можно поможем мы говорим с участок человека мы договоримся покиньте полицейский участок считаю хорошо 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 раз я просто иду я без оружия делать то делать босс что делать надо его как-то выручать ладно он остается может пойдемте тогда входят домой поговорим вообще поговорим семье улучшение сюда придумаем планка вытаскивать еще дарине домой придумаем поручить они заберем его не переживайте мы заберем его не переживайте только сейчас вы сидите сюда я сейчас вызовут активос вы же сможете их ладно я сейчас сюда приду какой я здесь погрузим что такой вообще вы выйдете пожалуйста он пекина выйдете выйдите пожалуйста из моей машины я не доверяю вам свой русло сможете пожалуйста выйти какие права это моя машина какие права что вам я не обязываю ничего доказывать я просто говорю что это моя машина я вам не доверяю откуда вы знаете ну я вам ничего предоставить не будет не буду я они вы не имеете права я вам ничего не обязан ничего доказывать да есть у меня одно предложение для вас если вы сдадите абсолютно все оружие которое у вас есть а также если вы поклянетесь чем-либо что вы больше не будете прикасаться к оружию либо же вы вы не будете атаковать или каких-либо гражданских для этого не разница которая будет все оружие кроме и вообще мы за него ничего не знаем я просто если при вам при вас будет найдено оружие вы будете посажены хорошо вообще без проблем только подожди ну дайте пожалуйста и быстренько вообще темы мне вообще типа не имеем вообще понятия то что мы не знали вообще что человек правая рука доно пекина точнее нашего знакомого да это просто не знали мы не знали что у него и присутствует оружие он от нас это скрывал поэтому мы вообще мы не причастности к этому человеку можете нас в принципе всех обыскать да у нас у нас вообще нет оружие мы не знали что у этого человека будет оружие мы об этом не знали поэтому это уже человек дважды попытался совершить убийство офицера мы понимаем но также это будет не так просто как вы думаете давайте тогда проедем суд мы его можем отпустить на первый раз если при условии то что его будет больше не будет видно в каких-либо криминальных сводках криминальных делах оружие наркотики и всякое такое ты не будешь ни за кем следить мы за сами мы сами за собой ты сначала для собой следи мы сами за собой следим кто из вас старший а теперь адекватно я это ваш правая рука вы можете ее за него за учиться то что он больше не будет так делать стрельба 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 полицейский стрельба наел стреляет на себя не холодно Hiii where подается если на том территории автоматически плохо enfim когда наши писушины субб δεν кто ничей так со мной проведите воспитательные дела с данным человеком можете поговорить я пока что отойду а в ряде он освободит я понимаете я спасал вам жизнь и вы отрубили меня зачем вы могли просто сбежать и все но я же не знал я не знала мы мы же с вами отъехали в тот момент я не я не помню почему она не хорошее стояло вот я из 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 чьих я думаю это оружие есть иначе я его иначе вы готовы используете исполнить все требования что готовы исполнить все требования чтобы я вас мог отпустить так что это че оружие все можете уходить как я не могу на них нет да 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 а надо было все самолеку так подождите стойте дон пекину давайте все-таки договоримся так что вы будете следить не за нами вы будете сначала сидеть за собой потом будете следить за своей правой рукой а потом уже за нами то есть хорошо вы следите за собой мы сидим за собой хорошо вы так просто говорите то что вот мы будем следить вы сначала с собой последите вы сначала проследите за своей правой рукой посмотрите что он сделал а потом уже следите за нами я садиться не сидите босс босс и садись в эту машину босс давайте все вчетвером не давайте все вчетверо я роллс-ройс потом сам пригоню вот уже не разрешаете он ее позаимствовал у друга так сказать я тут а моя машина точнее машина моего слушайте может быть вы поставите где же баттон может быть у тебя это может быть у тебя нет у меня живой в общем поставьте мне метку куда ну вы поставьте мне метку мил зачем ты это сделала виси как все равно пошлите пошлите король пошлите тогда напишите как у машинка как она едет там ну слабенько слабенько причинить случае просили если так что это просто машина моего отца он делал по 3 корзица будет это драк рейсинг если что а сверху вещи его это мои тросы я советую все присоединиться поедем чуть побыстрее чуть-чуть побыстрее на километров 300 я скажу что она отремонтировала это спецэффекты я вам говорю вот это точно спецэффекты вот это точно не спецэффекты власти власти я хочу окончательно покончить с этой машиной навсегда а куда мне граната кинула уходить это будет всё это и вы у у и у у у у э Продолжение следует...